Добрый день, друзья! Вы находитесь на канале проекта Школа Маляров. Это уникальный проект, не имеющий аналогов России. Он посвящен профессиональному проведению штукатурных, шпаклевочных и малярных работ. Меня зовут Сергей Габченко. Я основатель проекта и автор идеи. Добро пожаловать в проект. Если вы собираетесь сделать ремонт, то вы неизбежно столкнетесь с теми вопросами, которые будут здесь разбираться. Если вы дизайнер, то вам однозначно понадобится информация, как правильно составить техническое задание для подрядчиков и маляров. И эта тема тоже будет разбираться на этом проекте. Если вы мастер, который хочет больше узнать о той сфере, которой он занимается или планирует заниматься. Если вы хотите узнать, как правильно составлять техническое задание при разговоре с заказчиком. Если вы хотите узнать, как правильно подобрать материалы и технологии для выполнения работ, то все эти темы будут разбираться на этом проекте. Если же вы молоды и ищете сферу деятельности, в которой можно с минимальными вложениями зарабатывать на достойную жизнь То присмотритесь к тем сферам, которые будут здесь разбираться На сегодняшний день в России штукатурные, малярные, шпаклевочные работы Это сфера, которая хорошо оплачивается при условии высокой квалификации, востребована и стабильна Сегодня 21 ноября, мой день рождения и первый выпуск проекта Школы маляров в новом формате В этом выпуске мы начнем знакомиться Дело в том, что мне очень часто задают вопросы Почему я считаю себя вправе давать комментарии и освещать вообще в целом тему малярных, штукатурных и шпаклевочных работ И сегодня я попытаюсь ответить на этот вопрос Также в этом выпуске я хотел бы поговорить о том, что такое в целом малярные работы в России и что к ним относятся В чем идея проекта? Каждую пятницу я буду выпускать на канале новый выпуск Где мы будем потихоньку разбираться с вопросами материаловедения С вопросами технологий, с вопросами инструментов Инструментов оборудования Что выбрать, когда, в каких случаях, что с чем совместимо Все это мы будем разбирать Будет затронуто огромное количество вопросов Друзья, оставайтесь с нами Обязательно подписывайтесь на другие ресурсы проекта Школы Маляров Ссылочки в описании И обязательно досмотрите первый выпуск проекта Школы Маляров до конца Будет интересно Для того, чтобы ответить на первый поставленный вопрос О том, какова моя компетенция и квалификация, чтобы рассуждать о малярных работах Мне придется сделать небольшой экскурс в свою биографию Родом я с Дальнего Востока Если быть точным, Приморский край Учился в Аудиостоке на регионоведа-ориенталиста Год жизни в Японии, два восточных языка Второй восточный, китайский Английский на троечку Очень интересный опыт проживания в другой стране Япония Я, как мне потом, в дальнейших выпусках буду посвящать этот вопрос Это тот момент, который очень сильно повлиял на мою жизнь После окончания университета я, к сожалению или к счастью Ни дня не работал по специальности И сразу ушел в какие-то свои проекты Первый мой проект был Это цех по производству архитектурных изделий методом вибролития Лилии из архитектурного бетона Всякие интересные штуки Начинают плитки И заканчивают архитектурными, очень интересными элементами Интересное время, интересный проект Приходилось во многом разбираться Таскать очень много тяжести Потому что самое легкое изделие, которое мы выпускали Это была плита 25 кг веса Второй момент Был очень интересный тоже проект Мы столкнулись с ребятами, которые занимались архитектурной керамикой Шамотной И мы подключились к этому проекту Тоже сделали несколько интересных вещей Тоже буду рассказывать об этом Это очень интересный момент такой был Может быть на сайте я выложу фотографии Которые, скажем так, осветят этот период моей жизни Дальше в 2007 году я переехал В среднюю полосу, в Нижний Новгород И прожив там год, дальше Москва Питер, Краснодар Уже в средней полосе Я плотно занялся конкретно в Москве Я занялся декором Это была компания Ойкос Я там учился в школе мастеров Потом объекты Потом я работал в компании Ойкос Учился у других производителей Франц Декор, Маратка В разный стиль, разные материалы Принцип один, декорирование Именно в этот период можно сказать Что я плотно занялся вопросом Производства малярных работ Почему? Ответ очень прост Чтобы найти себе объект по декор Мне приходилось обзванивать Встречаться, спамить тысячи людей Реально тысячи людей Только в Москве у меня база была на Пять тысяч дизайнеров Ну или около того Это люди, которые типа дизайнеры Визуализаторы и прочее Пять тысяч Тысячи звонков Тысячи спам писем Сотни встреч Десятки объектов И с этих десятков объектов Меня сливали Приходишь на объект Проверяешь стены Стены не готовы Выходишь Все Больше на этом объекте не появляешься Почему? Да очень просто Любой подрядчик на этом объекте Находится дольше, чем ты Приходит молодой человек Который начинает критиковать его работу Как следствие Подрядчик просто шепчет на ушко заказчику Что там фантазер какой-то пришел Зачем мы вообще будем его слушать Зачем вообще этот декор нефункциональный Давайте мы тут обойки из Максидома поклеим Или из Леруа Огонь Все, на этом все заканчивалось Представьте, какой объем работ Заканчивался в этой точке Естественно, что я очень быстро сделал выводы Начал над этим работать Пришлось, как говорится, по самые плечи Залезть в малярные работы Которые, в принципе, на тот момент считались Не квалификацией декоратора Декоратор это была белая кость Которые, в принципе, в малярку не лезли Я залез сразу Потому что мне было неинтересно терять объекты И буквально с 2008 по 2013 год я прошел тот путь Который начинался просто смехом в лицо на объекте Когда меня сливали вчистую Говорили, что нереальные требования выдвигаю И в 2013 году уже я сливал бригады маляров Когда подрядчик просто смотрел на мою работу На мой подход, на мое оборудование На то качество, которое я выдавал И просто распускал всю бригаду Отдавал всю малярку мне носу подряд То есть вот такой вот короткий путь Это был первый такой этап жизни Который, в принципе, заложил тот фундамент Про который мы сейчас будем говорить И рассматривать как школа маляров Следующим важным этапом моей жизни Был период с 2014 по 2017 год Это было время работы в компании КНАУФ Так получилось, что в 2007 года После переезда из Владивостока Последовательно пожил в Нижнем Новгороде В Москве, в Санкт-Петербурге И в 2013 году я переехал в Краснодар Здесь так получилось, что ряд событий, мыслей Размышлений о том, как жить дальше Привели меня на должность продукт-менеджера В последствии старшего продукт-менеджера Компании КНАУФ В городе Краснодаре Это был очень такой интересный период в моей жизни Связанный с тем, что огромная компания Огромные массивы информации Проходили через меня Ну, представьте себе Порядка десятка регионов За которые я отвечал Это юг России Краснодар, Ставрополь, Республики Северного Кавказа Волгоградско-Астраханская области Татарстан Самарская, Оренбургские области Крым Два завода Порядка 30 миллионов населения на территории Сотни объектов Тысячи мастеров со своими радостями и печалями Вся эта информация проходила через меня Я сейчас не знаю Есть ли в России специалисты Которые Даже за всю свою жизнь хотя бы Пропустят через себя часть той информации Которую я пропустил через себя за три года Скажу честно В момент трудоустройства Я даже близко не мог себе представить Какой масштаб изменений произойдет в моей жизни Сейчас же кратко могу сказать следующее Я очень благодарен компании КНАУФ За тот опыт Который я получил за эти три года Отдельным блоком в этом опыте Выступает работа с рекламациями на объектах И часть работы продукт-менеджера Стоит в том, чтобы Уезжать на различные объекты И разбирать причины возникновения различных дефектов Были периоды, когда В аэропорту на паспортном контроле У меня даже паспорт уже не спрашивали Потому что знали меня в лицо И просто уточняли, куда я на этот раз В общем, был очень интересный период жизни Связанный с большими расстояниями Большими делами С очень интенсивной нагрузкой Но было очень интересно Самое главное, что произошло за этот период Это то, что я столкнулся с информацией О системе стандартов подготовки поверхности Q1, Q4 Это европейская система Которая описывает 4 уровня подготовки поверхности Где Q1 это самый простой уровень подготовки поверхности Q4 это самый сложный, самый качественный уровень подготовки поверхности Q1 плитка, грубо говоря Q4 это под напыление дорогих красок С краскопульта Система Q1, Q4 была разработана в Европе Для удобства работы и взаимодействия заказчика, мастера, дизайнера То есть для того, чтобы все говорили на одном языке В принципе, в России мы используем похожую терминологию И пользуемся такими терминами, как подготовка стен под плитку, под обои, под окраску Это близкий термин, но, к сожалению, они не описывают, скажем, критериев оценки качества Эта система их описывает В эти три года я входил в рабочую группу, которая занималась Я бы не сказал, что доработка или оптимизация Некой адаптации системы под российские стандарты И сейчас эта система начинает свой ход по России И все больше мастеров о ней узнают Я думаю, что система Q1, Q4, как она звучит уже в русской интерпретации Очень сильно повлияет на рынок И со временем очень сильно его упорядочит Я на это очень надеюсь В следующих видео я буду обязательно об этом более подробно рассказывать Так что следите за новостями, обязательно подписывайтесь на канал И будьте в курсе событий Ну и говоря о КНАУФ, мы подразумеваем экспертность В системе сухого строительства и в штукатурных системах Будучи сотрудником компании КНАУФ Не просто сотрудником, а занимая должность продукт-менеджера По сухим смесям и готовым составам Я получил очень интересный опыт работы с штукатурными системами Это гипсовые составы, это цементные составы О том, как они взаимодействуют на разных поверхностях Как они себя ведут Какой есть опыт эксплуатации этих систем С чем они, допустим, конфликтуют или не конфликтуют Эту информацию я буду также делиться в дальнейших видео Мы расскажем о том, как оценить качество штукатурки Как правильно ее обрабатывать Какие могут быть нюансы Все это будет в следующих видео Если коротко охарактеризовать ситуацию со штукатурными работами То в настоящее время в России сложилась такая ситуация Что не очень большое количество мастеров Научилось правильно обрабатывать штукатурки, к сожалению И еще меньшее количество разобралось, собственно говоря В том, как правильно, скажем, создавать штукатурную систему Для того, чтобы не просто выдать поверхность заказчику Гладенькую Порой без плоскости, к сожалению Но и не разобрались с тем, как сделать так, чтобы эта система прослужила годы То есть гарантировать долгий период эксплуатации И мы также затронем эту тему И обязательно обсудим, какие параметры влияют на длительность эксплуатации штукатурных систем Ну и, наконец, текущий период 2017 год Переход в компанию Семин Причин было несколько Основная это все-таки, наверное Желание разобраться в рынке полимерных материалов В которых компания Семин является одним из лидеров Желание заниматься больше той сферой, в которой я считаю себя, скажем так, специалистом Это малярные работы Вторая причина Это возможность больше работать с Ютубом, с Рунетом в целом На проекте в школу маляров То есть компания Семин позволила мне работать именно в этой сфере Больше заниматься проектами, связанными с интернетом, с Ютубом, соцсети Все, что связано с малярными работами И за это я огромное спасибо Ну и третья причина Это, скажем так, коротко моя личная причина Южный климат не очень мне подошел И поэтому в ближайшее время планирую перебираться в среднюю полосу Если коротко, это три основные причины, по которым я перешел в компанию Семин Сейчас я сосредоточился на проекте Школа маляров Первый выпуск которого вы смотрите Поэтому будем работать Ну а теперь, когда я, в принципе, коротко, тезисно изложил весь свой ремесленный опыт То я хотел бы озвучить некую такую зависимость правила Работу каменщика может оценить только штукатур Который зачастую закрывает его огрехи Работу штукатуры вправе оценивать только шпаклевщик Который будет шпаклевать эту поверхность Соответственно, он видит все изъяны штукатурки Работу шпаклевщика может оценить только тот Кто будет красить по этой поверхности Или клеить обои, или носить декор Как вы уже поняли, я начинал с декора И как декоратор и как маляр я могу оценить работу шпаклевщика Как человек, который по необходимости освоил всю работу шпаклевщика-подготовщика Маляра-подготовщика Я могу оценить качество штукатурки И качество сборки гипсокартона И как человек, который получил определенную квалификацию штукатурки Я также могу, хотя это не хотелось бы, конечно Оценить работу каменщика Поэтому я считаю, что, в принципе, как минимум Я имею право освещать вопросы, связанные с малярными работами Потому что я их понимаю в комплексе И обладаю необходимыми знаниями и опытом Для того, чтобы об этом говорить Теперь давайте перейдем к вопросу Что же такое малярная работа и что к ним относится Как я обещал в начале видео Мы вторым блоком рассмотрим этот вопрос Смотрите, то есть если мы просто даже сейчас обратимся к поисковикам То они нам выдадут несколько вариантов значения слова «маляр» Маляр – это как человек, который работает только с краской Маляр штукатур – это как человек, который выполняет весь комплекс работ Связанных со штукатуркой, с покраской, со шпаклевкой И третье значение слова «маляр» – это человек, который некий такой универсал Который может где-то пошпаклевать, где-то поштукатурить Еще обои поклеить и там декор какой-то выполнить На самом деле сейчас, если мы берем европейский рынок То специализация маляров очень сильно разделилась То есть есть отдельно штукатуры Есть отдельно, скажем так, как в автомалярках называют Маляры-подготовщики, шпаклевщики Кто-то только шпаклюет И те, кто красит То есть по сути три, скажем так, аспекта этой специальности Для каждого блока, допустим, выполняемых работ Нужна определенная квалификация, определенные знания и определенные навыки Более того, я бы даже сказал еще определенные психические наклонности Потому что, по моему мнению, штукатур – хороший штукатур И хороший маляр, именно финишник У них очень разное, скажем так, психофизическое сложение Они отличаются примерно так же, как кузнец отличается от ювелира Оба работают с металлом, результат совершенно разный Поэтому в российских реалиях мы обычно получаем некий такой микс Из человека три в одном, который под себя поштукатурил Порой под себя гипсокартон собрал И в итоге там какой-то финиш сделал На самом деле, если мы сейчас будем разбирать четко терминологию То, по-хорошему, маляр – это человек, который работает только с финишем Только с тем, что наносится на подготовленную поверхность Это покраска, это обои, это может быть какой-то несложный декор Но в наших реалиях обычно маляры – это все-таки люди, которые шпаклюют и красят Это самая распространенная, скажем так, специализация на сегодняшний момент Но для того, чтобы выживать в наших условиях При условии низкой оплаты труда При условии того, что рынок у нас не цивилизован И подготовка стен у нас, скажем так, из рук вон плоха То в настоящее время маляру необходимо обладать рядом навыков Как-то понимать, как оценить уровень подготовки Если это гипсокартон, то в наших реалиях маляру необходимо разбираться Как определить, что гипсокартон собран правильно Если это штукатурка, то маляру необходимо разбираться Правильно ли о штукатуре на поверхность Потому что, к сожалению, зачастую у нас срабатывает в малярке морской закон Кто последний, тот и убирает Кто сделал финиш, все косяки вешают на него Поэтому я считаю, что пока в данный момент Пока у нас вот такой вот непонятный рынок услуг Маляру, к сожалению, необходимо обладать знаниями во всех сферах Чтобы и себя подстраховать, и заказчику донести необходимую информацию В дальнейших видео мы будем подробно разбирать, скажем так Все те блоки, которые я тут кратко перечислил Будь то оценка основания Как правильно соединить основания перед малярными работами Непосредственно весь блок шпаклевочных работ Что к ним относится Когда и как и чем они выполняются Покраска, нанесение финиша, поклейка обоев, все нюансы подготовки Мы потихонечку будем разбирать И также отдельным блоком мы разберем тезисно Те моменты, которые связаны, допустим, с сухим строительством Что маляр должен знать о сухом строительстве Как должен быть правильно собран гипсокартон На что обращать внимание Какие критерии оценки этого Мы отдельным блоком разберем штукатурные системы И возможно даже будет некий такой маленький курс по штукатурке Как правильно штукатурить Чтобы избежать в дальнейшем трещин, отслоений Чтобы обеспечить надежное основание Поймите меня правильно Я не претендую на то, что я знаю все обо всем Но я понимаю многие процессы системно И я анализирую происходящее с точки зрения технологии производства работ С точки зрения материаловедения И понимания природы материалов Поэтому я знаю, где взять информацию Я знаю, у кого спросить И я призываю вас включаться в обсуждение, в диалоги И вместе разобраться с этой темой Которая называется малярные работы Здесь я позволю себе сделать небольшой анонс проекта В ближайшее время я планирую начать выпускать Каждую пятницу по одному выпуску В этих выпусках мы начнем говорить о всевозможных системах Связанных со штукатурными работами С малярными, обзором инструмента, оборудованием Будем приглашать интересных людей Обязательно делать всевозможные розыгрыши инструмента Спецодежды, каких-то интересных вещей Поэтому я рекомендую всем подписываться на канал Следить за новостями в соцсетях Задавать вопросы Быть активными в комментариях Розыгрыши будут проводиться обязательно Для участников комментариев, для участников обсуждений Спрашивайте, что вам интересно Рекомендуйте темы, которые вы хотели бы услышать Обсуждение Все это мы будем принимать во внимание И все это будем рассматривать в дальнейших выпусках Проект большой По моим предварительным оценкам Мой краткий контент-план Составляет порядка в ближайшее время 50 роликов То есть 50 тем, 50 недель Которые мы будем рассматривать малярные работы Тезисно, коротко и по существу Подписывайтесь на канал Оставайтесь с нами Я думаю, что это будет очень интересный проект Интересный в равной степени для всех Для мастеров, подрядчиков, дизайнеров, заказчиков Каждый найдет для себя что-то полезное Обязательно Друзья, ну и в самом конце Я решил, что надо вводить хорошую традицию И в конце каждого выпуска делать небольшой розыгрыш Начну я с небольшого такого вот, скажем так, презента Это маска защитная Потому что безопасных малярных работ прежде всего Это некий аналог тремовской маски профессиональной С вот такими вот фильтрами защитными С набором Я извиняюсь Прямо вот Живой эфир С небольшим набором предфильтров Потом я покажу небольшой лайфхак Как подменить жизнь маски Вот такая вот замечательная селитконовая масочка Все новенькая, красивая, симпатичная У меня, кстати, такая хорошая вещь Мне нравится Пока тестируем Итак Ну и такой небольшой набор перчаточки оранжевые Розыгрыш В чем он будет заключаться? Сегодня у нас 21 ноября Следующую пятницу Следующую В эту, кстати, пятницу будет еще один выпуск Я не знаю, как я его сделаю Но я его сделаю И смотрите Следующую пятницу 1 декабря Мы подведем итоги Комментарий к этому видео Набравший больше всего лайков Человек, который его оставил Получит этот подарок Я ему отправлю его почтой Ставьте комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь И следите за новостями в соцсетях Всего хорошего